Илья, если говорить о количестве ваших товаров под собственными марками, где, сколько, какова динамика развития за это время? На текущий момент, по состоянию на 24-й год, у нас более 400 позиций в собственной торговой марке, у нас несколько брендов, почтовая марка, почтовая история, и Почта России, как один из самых базовых. По масштабу, по географии, мы на текущий момент занимаем всю территорию России, от Калининграда до Дальнего Востока, и представлены более чем 34 тысяч отделений почтовой связи, как в городских форматах, так и в сельских форматах. На что вы ориентировались, когда отбирали регионы для запуска? Прежде всего, нам важно, чтобы позиция была по оффтейку одной из лидеров, она не должна перекрывать нынешнюю А-категорию. Например, мы не замещаем Марс, мы не замещаем Альпенбойт, мы не замещаем Мандалист, часть бренда Милл. Мы создаем аналогичный сильный бренд, который будет на равных сражаться с сильным отмаркетинговым товаром при условии, что ценник будет примерно одинаковый. Но ценность и стема заключается в том числе как в качестве, так и в экономике самой позиции. Соответственно, наша ключевая и основная задача здесь – выйти на уровень, когда наш STM-продукт начинает продаваться лучше, нежели чем его конкурент из категории А. Сильный А-бренд, который имеет значительный маркетинговый бюджет, который уже распиарен на протяжении длительного времени, присутствует на полках всех федеральных торговых сетей. И индикация ключевая – товары нашей торговой марки начинают реализовываться лучше. В этот момент мы понимаем, что сделали действительно качественно, интересный для клиента продукт, причем попали и в целевую аудиторию, и в ценовую категорию. А кто у вас целевая аудитория? Еще. Кто у вас целевая аудитория? Ну, прежде всего, это клиенты 35-50 лет. Это основной клиент, заходящий к нам как со стороны мужчин, так и женщин. Но есть все-таки специфика в распределении профиля клиента, как в сельских отделениях почтовой связи, так и в городских отделениях почтовой связи. В городах населения и посетителей гораздо более моложе. От этого они частота посещения отделения почтовой связи у них не столь высокая. С другой стороны, это отделения сельские, где отделение почтовой связи – это некий центр притягивания всех возможных слоев потребителей. От молодых, которые приходят за поставкой, доставкой с Алиэкспресса, до пенсионеров, которые ходят за почтой. И одновременно в отделении они видят стеллажи с товаром, включая СТМ-продукты, где они могут принять решение о приобретении товара. И частота покупок в сельских отделениях, конечно, значительно выше. От этого эмиссия отделения сельских почтовой связи, она и заключается в непосредственной, плановой, запланированной под бюджет покупки товара. То есть, получается, человек пришел, увидел, купил. То есть, вы как-то дополнительно еще продвигаете где-то, рассказываете, что вот к вам можно прийти и купить? Или это сопутствующая покупка в большей степени сейчас? Опять-таки, все зависит от формата. Если мы говорим о городских отделениях почтовой связи, то, конечно, это сопутствующая покупка. Там наиболее импульсные товары представлены в ассортиментной матрице. Это то, что можно съесть прямо сейчас, непосредственное потребление в моменте. Если мы говорим о сельских отделениях почтовой связи, то как операторы отделения почтовой связи, так и почтальоны, так и посетители, входящие в отделение, они приобретают под определенную цель, под определенную задачу товар. Необходимые крупы, они могут выбрать крупы как среди брендов, так и СТМа. Необходимые кондитерские товары, они сделают и примут соответствующие решения, потому что они им пришли в отделение именно за продуктом, а не за услугой, посылкой или чем-то подобным, что присутствует в отделении почтовой связи. То есть уже есть эта модель поведения, когда приходят за продуктом? Абсолютно точно. Паттерн причем стал масштабироваться от малых сел и сел, где отсутствует конкуренция. Мы видим повышение частоты приходов и приобретения товаров собственной торговой марки в высококонкурентных отделениях почтовой связи, где непосредственно в близости находятся федеральные торговые сети, местные торговые сети, региональные, где действительно есть конкуренция. И клиент начинает потихоньку переходить за отдельными категориями товаров непосредственно в отделении почтовой связи. Что мы видим как в цифрах и что является для нас маркером расширения доли товара на полке и замещения в дальнейшем уже альтернативных или аналогичных не СТМ товаров на брендированные товары собственной почтовой марки. А что самое продаваемое, скажем, в сельской местности сейчас? Это консервация и кондитерские товары. То есть баланс между продажами что первой категории, что второй, он примерно одинаков. В зависимости от сезонности динамика продаж летом в кондитерке, в консервациях снижается, осенью, зимой и часть весны поднимается. Пик мы видим в периоды Нового года, 8 марта, 14 февраля, 23 февраля, то есть в праздничные периоды, точно такие же пики, которые присущи федеральным торговым сетям и местным региональным торговым сетям. Паттерн клиента, исходя из календаризации года, примерно одинаков. И мы это видим на приобретении товаров нашего ассортимента. А у вас есть какие-то уникальные позиции, которые, скажем так, нет у ваших ближайших конкурентов? Я бы сказал, что это конфеты почтовой истории. Это наш премиализированный бренд собственной почтовой марки. В нем присутствует всего три из Каю. Это конфеты в упаковке по типу упаковки от компании Феррера. По вкусу, качеству, составу они ничем не уступают своим конкурентам. И автейк, особенно в периоды больших праздников, в периоды больших событий, даже, вот вы спросили про географию, в отдельных субъектах Российской Федерации есть государственные праздники субъектарного уровня, на уровне субъекта. И мы видим и понимаем, что динамика в отдельном субъекте Федерации по этим конфетам, которые используются как подарок, как приятная покупка, чтобы угостить близкого к празднику, динамика сразу показывает нам на то, что за этим товаром приходят, как за чем-то особенным, подарочным, что не является типичной покупкой импульса, а больше присуща характеру праздника какого-то ивента. И вот, наверное, это одна из наиболее интересных позиций для выделения. Кто сейчас ваши основные поставщики? И вообще, как вы их находите, отбираете? Это должна быть крупная компания, это какие-то ноунеймы есть, то есть кто? Смотрите, здесь важно отметить, что поскольку мы работаем на всей территории России, нам важно, чтобы поставщик одинаково в каждой зоне доставки отгружал товар на одинаково приличном качестве, на хорошем уровне. Для этого у нас есть кейсы, где у нас один поставщик, это крупная производственная федеральная компания, и отгружает товар, обладая невероятно сильным логистическим инструментом в каждый субъект нашей страны. Есть категории, это присуще биржевым категориям, крупа, например, где в каждой зоне присутствует свой сильный производитель, свой сильный поставщик, который за счет того, что регион его присутствия и это его домашний регион, цена и, собственно, качество доставки для клиента, оно значительно вырастает, что упрощает нам логистические цепочки в дальнейшем при довезении товара до отделения почтовой связи. А вот вы еще упомянули, что важна повторная покупка для вас. Есть какие-то данные, какой процент, допустим, может быть, покупатель уже возвращается за тем, чтобы еще раз приобрести ваш товар? В отдельных категориях мы наблюдаем, что каждая третья покупка – это возврат клиента, который пришел не за розницей в отделении почтовой связи, но в дальнейшем приобрел один из наших товаров и многоразово возвращался за ним. То есть в целом, если мы говорим о клиенте, к нам приходит порядка 60 миллионов человек в месяц, из них конверсируется значительная доля в розничный бизнес. И из этой конверсионной части клиентов мы видим огромное количество потребителей, которые приходят за каким-то одним, двумя из каю, но практически каждые 2-3 дня. То есть потребитель превращается в нашего постоянного клиента. Но у вас же товары других брендов также в продаже остаются. Абсолютно точно. А вот если вот этот баланс посмотреть сейчас, продажи СТМ и продажи других брендов, скажем, той же консервации, тех же сладостей, вот какой сейчас расклад по доле продаж может быть? Ну, например, если говорить о кондитерских товарах, то после 2022 года, когда тренд СТМ пошел вверх, мы увидели подход спроса на СТМ-товары в категории кондитерка к половине, то есть половину покупок совершали клиенты из кондитерских товаров в нашей торговой марке. Сейчас мы видим увеличение доли в пользу СТМа, при том, что полочное пространство и доли товаров на полке мы не скорректировали. У нас было там условно N количество СТМ-позиции, N не СТМ. И при этом спрос на СТМ-позиции при примерно сопоставимых ценовых условиях для потребителя он растет, что подтверждает и рыночный тренд о популяризации СТМ, и наши предпосылки, которые мы закладывали в конкретную торговую марку. Как сейчас вы специально работаете над тем, чтобы у людей сложилось в голове этот паттерн поведения, что можно пройти на почту России за продуктами? Что вы делаете дополнительно, помимо того, что человек зашел, увидел там и подумал, ну не знаю, может это разовая акция, а тут у нас шоколадки лежат, чтобы они понимали, что это постоянно так? Ну, прежде всего мы используем наши онлайн-инструменты. Почта – одно из самых популярных среди подобных сервисов приложений на территории нашей страны. Каждый месяц мы отправляем клиентам информацию о новинках, о каких-то промо-акциях, в том числе о развитии наших СТМ-марок. Также у нас есть прекрасные операторы почтовой связи, которые за счет правильного скрипта информируют клиента как о классных предложениях в целом в рознице, так и о непосредственных запусках в категории собственной торговой марки. Помимо этого, самый специфический и уникальный канал, который есть в целом у компаний, так или иначе занимающихся розницей – это наши почтальоны. Почтальоны, которые от Калининграда до Дальнего Востока, как на территории огромных мегаполисов, так и на территории маленьких сел, населением до 100 человек, посещают пенсионеров, посещают клиентов, которые получают посылки. В том числе у них есть специальный листинг, специальные каталоги, где они могут продемонстрировать, прежде всего, нашу собственную торговую марку клиенту, получить заказ на них и в дальнейшем сделать либо единоразовую продажу, либо осуществить повторную продажу для того же самого клиента. А заказ имейте в виду, что они что-то из ассортимента, который есть на почте, просто в следующий раз могут принести? Они могут принести как в следующий раз, так и в этот же день, в зависимости от того, как клиенту удобно и насколько занят на текущий момент почтальон. У вас функция курьера сейчас обращается? Я бы сказал, что это такой самозанятый, мудрый житель конкретной местности, которому и доверяют, и который является фактически лицом в целом организации. И призма этого доверия, она экстраполируется как на товары, так и на услуги, так и на другие депдоп-сервисы, которые оказывают отделение почтовой связи. Нам в городе непривычно понимать это, потому что вокруг нас сплошные магазины, сплошные федеральные сети. В селах, где, в принципе, основная доля розничных покупок у почты, там либо только в почте можно приобрести товар, либо почта является тем продавцом, которому есть хоть какое-то непосредственное доверие со стороны местного потребителя. И особенно это выражается через тех людей, которые там работают уже десятилетиями, если не больше. То есть вы на села больше сейчас заточены, скажем так, в развитии дальнейших? Я бы здесь сказал, что начиная с городских трендов, которые, условно, присущи большим городам, большим сетям, мы начали это направлять, тот же самый продукт СТМ в отделение сельское. И в какой-то момент мы в отдельных субъектах, пока не везде, видим, что СТМ становится популярнее непосредственно в сельских отделениях почтовой связи. Это связано как и с внешней, конечно, конъюнктурой конкретного субъекта по конкурентам Почты России, по конкурентам на розничном рынке, но в то же время и с определенным месседжем, который наши сотрудники, что операторы, что почтальоны доводят до клиентов, в том числе и сельских отделений. И уже не от одного знакомого слышу, как оказался в отдаленной глубинке, и СТМ как продукт, СТМ вообще как товар, развит только в Почте России. И, конечно же, это классная история, когда место, где в принципе не должно было появиться какое-то современное модерн-трейда такого, там присутствует почта, и на полке есть рыночные, абсолютно ярко выделенные товары, в которых есть и ценность, и попривлекательные, которые выложены в цене. Вот у вас сейчас получается сухая полка в основном? В основном драйв-форда. А не планируете где-то, может быть, скажем, в Москве, где такой ассортимент более востребован, какую-то еще дополнительную вводить категорию, которая не совсем, скажем так, похожа на нынешнюю почту? У нас есть отдельная линейка, мы планируем ее реализовать. Это национальные языки. Так или иначе, в каждом субъекте РФ есть свой национальный классный продукт. И более того, например, в Татарстане, республике, есть свой язык. И мы хотим для отдельных субъектов, а в дальнейшем это масштабировать, сделать уникальный продукт, который будет как на языке нашем государственном, так и на языке национальном выделять определенный классный товар. Если говорить о более приземленных вещах, то это, конечно, линейка ЗОЖ. Мы сейчас в пилотировании продаж линейки ЗОЖ, которую мы будем реализовывать от больших городов. И если увидим дополнительный отклик и внимание со стороны потребителей, мы пойдем, в том числе, и в сельское отделение почтовой связи, в СЕЛО, чтобы и там, соответственно, постараться дать клиенту часть современной, качественной, интересной для них торговли. Это на какую, примерно, перспективу планы? До конца года. И последний вопрос. Планируете ли вы с вашим СТМ выходить за пределы почты? Может быть, на какие-то площадки другие, на маркетплейс? Может быть, это уже есть? Мы также сделали классный пилотный проект. У почты есть довольно старинная историческая категория игрушек. Металлические машинки от машинок доставки до самолетов, чем, собственно, почта и осуществляет свои логистические операции. И с этими категориями товаров мы выходили на маркетплейсы в 2022-2023 году. Мы выходим сезонно под какие-то праздники. Новый год, 14-е, 23-е, 8-е марта. Мы стараемся сделать это быстро, оперативно, но в то же время мы получаем классную обратную связь от клиента о том, что им, наконец, удалось не просто в отделении дойти купить товар, но в то же время заказать кому-то в подарок в абсолютно другую точку земного шара. А с продуктами? С продуктами мы пока не планируем это делать, потому что задача на текущий момент ключевая – обосноваться как в оффлайн-канале, так и в канале Почтальюна. Но с 2025 года у Почты есть свой маркетплейс, Почта-маркет. Мы запускаем отдельную страницу из тем товаров, в которых мы сможем найти наши супер-драйп-родукты, узко представленные, но тем самым мы проверим реакцию клиента на то, как он будет заказывать или будет ли приобретать потребительские товары с сайта. Если да, то, конечно, мы сделаем отдельную страницу, сделаем отдельную кнопку в приложении и будем давать больше доступности для всех клиентов, которые есть как в оффлайне, в том числе будут и в онлайне. До 2025 года немного времени осталось, так что будем следить. Спасибо большое. Вам спасибо.